К другим темам, вопросы безопасности при перевозке пассажиров в завершающий период навигации, а проще говоря, перевозку на судах на воздушной подушке и аэроботах, обсудили сегодня в межведомственном совещании Ространснадзора. К какому выводу пришли в ходе дискуссии, расскажет Виталий Абрамов. По информации Транснадзора, в Якутии официально зарегистрировано только 19 индивидуальных предпринимателей, которые занимаются перевозками пассажиров на воде с помощью маломерных судов. И таких судов насчитывается 78, в том числе и 30 единиц на воздушной подушке. А по факту маломерок, занимающихся частным извозом, намного больше, и контролирующий орган обращается к главам населенных пунктов. Если на территории муниципального образования выявляете факты незаконной перевозки пассажиров, вообще незаконной деятельности на внутреннем водном транспорте, то будьте добры сообщайте любой из контролирующих органов, и нам нужно в республике Таха-Якутия навести порядок в области пассажирских перевозок. А чем же опасны эти нелегальные перевозчики? А тем, что эти суда никто не контролирует по части технического состояния, так и по наличию специальных документов, в том числе страховки пассажиров на случай ЧП. А подобных происшествий хватает, особенно в период межсезонья. В Жиганском районе на реке Лена, в Сейсабильной, также Шугой на реке, на острове оказались тоже, как нам известно, рыбаки, двое рыбаков тоже попросили помощь. Были приняты меры по их эвакуации и были спасены. И капитан Бабичев их вывез на населенный пункт Жиганск. Кроме того, сами судоводители Якутска жалуются на то, что по трассам, по которым ходят хивусы, начинают ездить автомобилисты и создают аварийные ситуации. Воздушная подушка – это не автомобиль. У него нет тормозов. Управление совсем другое. Такое, как автомобиль, но только по-другому надо эксплуатировать его. И постоянно, каждый год мы идем на таран с этими автомашинами. В прошлом году два случая разорвали наши подушки автомашины. На что следователи ГИБДД обещали принять меры. Разработаем план мер, чтобы этого не было, потому что это люди, просто до первого случая, когда кто-то... Да, до первого случая, да. Помимо этого, решено усилить работу административных комиссий муниципальных образований по выявлению несанкционированных выездов на лед. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.